Всем привет! Это Ксения. С некоторых пор я перевожу подписи к фотографиям в Instagram для одного ресторана в Мадриде. Владелец там русский, и переводить надо с русского на испанский и английский. И вот тут в субботу мне прислали просто смерть для переводчика. Фразу «У нас тепло». Всего лишь три слова. Сколько головной боли они мне дали. Потому что если по-английски ещё всё очень просто, можно сказать «it's nice and warm inside». В принципе, да, всё просто. Но по-испански всё совсем не так просто. Потому что по-испански, как вообще можно говорить по-испански «тепло»? Нет. Окей, про температуру, да? Про температуру на улице. Можно сказать «ace calor» – это когда жарко. Когда по-русски мы скажем «жарко». Можно сказать «ace frío» – когда вы практически уже стучите зубами. Собственно, когда холодно. Но когда русские люди говорят «ну, на улице вполне так, тепло, хорошо». Вот по-испански нету такого выражения, которое могло бы так же переводиться. Окей, конечно, по-испански есть слово «тёплый». Ну, например, вода может быть тёплая – «tibio». Но вот в тех ситуациях, во-первых, вообще нельзя сказать «hace tibio». Такого вообще не существует. Но когда вот мы говорим «тепло», то по-испански нужно сказать «hace buen tiempo». Вот в этом вся хитрость, и это то, ради чего я это видео записываю. И это работает не только для испанского языка, но ещё и для португальского тоже. Так вот, на улице, когда на улице хорошо, тепло. Ну, в принципе, я бы сказала, что вот сейчас я стою, да, у нас тут октябрь, и, ну, в принципе, на улице тепло, сейчас где-нибудь 16 градусов. Я бы могла сказать «hace buen tiempo». Я бы не могла сейчас сказать «hace calor», потому что вот «calor» точно нет. Посмотрите, вот я в шарфе, в куртке, точно не «calor». «frio» – ну, тоже, видите, вот перчаток, например, у меня нет, шапки нет. То есть, ну, вроде как не «frio». «hace buen tiempo». Но, если мы говорим про тепло внутри помещения, то тогда лучше сказать «está bien», «está bien dentro». Я уже сказала, что по-португальски тоже нельзя будет сказать «está frío», «está calor», потому что тоже «está frío» – это холодно, это вот, знаете, в португальских квартирах «está frío» всю зиму, начиная с осени и вот до весны «está frío», потому что отопления нет и как бы выживайте как хотите. А «está calor» – это летом, когда плюс 40 и просто не продохнуть. Вот это «está calor». А когда «как сегодня» – это называется «está bon», «está bon tempo». Теперь про французский. Видите, я уже записываю в другой день, и сегодня уже далеко не так солнечно, если сказать совсем не солнечно, как было вчера, но, тем не менее, сегодня тоже тепло. По-французски можно сказать «il fait doux». Но вот если задует ветер, а ветер здесь начинает задувать осенью уже такой холодный, то тогда я уже скажу «il fait frais». «Il fait frais» не значит, что сейчас тепло, просто обычно противопоставляют «du» и «frais». Теперь про французский. Вот видите, сегодня я уже в таком тёплом шарфе, но на самом деле не так холодно, просто периодически дует ветер, но в целом можно было бы сказать, что тепло. По-французски вы сказали бы это «il fait doux». То есть про тепло на улице вы бы сказали «il fait doux». Особенно учитывая, что уже осень, и могло бы быть гораздо холоднее. Вот «il fait doux». Зимой, когда после минус 30 стало минус 20, минус 15, окей, окей. Вы тоже могли бы сказать «il fait doux». Когда стоит хорошая погода, не как сегодня, а как вот в том кусочке, где было про испанский, английский и португальский, можно было бы сказать «il fait beau». Это когда солнце на улице. Но «il fait beau» может быть и в минус 30 в Петербурге тоже. «il fait beau» солнечно. Я вот до сих пор помню, как в Питере было здорово, когда солнце зимой. Это всегда означало, что на улице очень холодно. Это вот как-то связано с местоположением Петербурга. Если ты просыпаешься, и на улице светит солнце посреди зимы, значит всё, минус 25, 100%. Но всё равно «il fait très beau». А вот в помещение, возвращаясь к моему заданию, что мне нужно было перевести «у нас тепло дома», мне не нужно было это перевести на французский, но уж надо узнать, как это сказать по-французски. По-французски это будет «il fait bon». «il fait bon». Будет очень интересно узнать, как этот концепт теплоты передаётся в том языке, который вы изучаете. Я ещё этот вопрос ни в немецком, ни в итальянском, я его не коснулась. Поэтому, если вы расскажете мне об этом в комментариях, буду вам очень благодарна. Если у вас есть какая-то фраза, которую вы не знаете, как перевести, тоже оставляйте её в комментариях. А на сегодня это всё. Не забудьте подписаться, нажать на колокольчик. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok